Всем доброго времени суток! Недавно я просматривала свою аналитику и поняла, что самое популярное видео на моем канале о том, как правильно построить куб. Именно поэтому сегодня я решила рассказать про цилиндр. Чтобы понять вообще в чем главный смысл построения цилиндра, нужно сделать вот такой небольшой схематичный набросок рисунка окружности в разных перспективных ракурсах в зависимости от положения линии горизонта. Для чего это нужно? Цилиндр в принципе не очень сложная фигура, но из-за того, что у нее есть две окружности, два эллипса, то есть верхний и нижний, с этим часто возникают проблемы. Особенно для тех, кто никогда не рисовал, нарисовать окружностью в сокращении перспективном довольно сложно. И чтобы понять, как вообще происходит это сокращение, можно сделать вот такой небольшой рисуночек. В зависимости от положения колец в ракурсе, их форма будет постепенно меняться. И чем выше линия горизонта, тем больше расширяется кольцо. И наоборот, соответственно, по мере приближения к линии горизонта, кольцо будет сужаться и превращаться постепенно в форму в виде прямой линии. Когда линия горизонта, то есть уровень глаза, окажется на одном уровне с кольцом, вы можете даже провести этот эксперимент с монеткой или вырезать кольцо из картона и просто его отдалять от уровня своего глаз чуть выше и чуть ниже. И самим вживую понаблюдать, как происходит этот процесс. И после того, как мы рассмотрим, изучим вот эти окружности, их изменения в перспективном ракурсе, тогда можно будет перейти к способам изображения на плоскости. Что вообще такое окружность? Окружность – это замкнутая геометрическая линия, все точки которой стоят от центра на равном расстоянии. Это мы все знаем еще со школы, с пятого класса. А эллипс – это замкнутая кривая линия, которая строится на двух взаимно перпендикулярных осях. То есть большой, горизонтальный и малый, вертикальный, делящий друг другу пополам в точке пересечения. В рисунке под эллипсом следует понимать перспективное изображение окружности, где нет углов, а есть плавный переход от ближней части к дальней. Когда мы говорим эллипс, естественно, окружность от этого не становится эллипсом, то есть вживую она остается окружностью, но мы видим ее уже в сокращении как эллипс. И для правильного перспективного построения эллипса необходимо рассмотреть способы и приемы изображения квадрата с окружностью на плоскости. Потому что мы знаем, что любую окружность можно вписать в квадрат, поэтому использовать нужно для перспективного изображения эллипса как раз-таки квадрат, который также будет лежать в перспективе. И нам понадобятся его диагонали, на которых будут вмечаться дополнительные точки и плюс основные стороны. Построение эллипса это как раз-таки начальный этап работы над построением цилиндра. Ну и вообще в целом других тел вращения, например конус также. В качестве примера построения окружности можно взять предмет, форма которого является естественно окружность, например спортивный обруч. И для оптимального рассмотрения предмета в ракурсе можно будет положить обруч, например, на стол или на пол на расстоянии где-то 6-7 метров. И когда вы положите, например, прямо перед собой, вы будете видеть одну картину. Когда вы положите в сторону от себя, вы будете видеть другую картину. Вот сейчас я изображаю тот случай, когда, например, мы положили обруч прямо перед собой и смотрим вот ровно на него. И представляем, что обруч у нас вписан в квадрат. И для этого мы вначале изображаем квадрат в перспективе. Изображение следует начинать с определения линии горизонта и точки схода на ней. В этом случае точка схода окружности обруча будет находиться на уровне вашего глаза, то есть на линии горизонта. Когда вы наметите линию горизонта, на ней нужно будет пометить точку схода и от нее вниз провести перпендикулярно линию, на которой нужно будет отметить центр окружности обруча. То есть это как бы направление взгляда. И через эту точку нужно будет провести горизонтальную линию, параллельную линии горизонта. И на ней отложить вправо и влево радиусы обруча. А полученные точки нужно будет соединить с точкой схода, то есть у вас как бы получится такой треугольничек. И когда мы будем иметь вот эти линии схода с учетом перспективных сокращений, можно будет уже на глаз определить малую ось эллипса. И построим после этого квадрат в перспективе, чтобы его стороны проходили как раз-таки через вот эти полученные засечки. Для этого нужно обвести уже намеченные вспомогательные линии, которые уходят как бы в глубину точки схода. И правильной прорисовке окружности также способствует определению центра. Для чего мы соединяем двумя диагоналями линии противоположных пространственных углов квадрата. И их пересечение как раз-таки даст нам центр окружности, через который уже по горизонтали проходит большая ось эллипса. Причем большая ось эллипса на горизонтальной плоскости всегда горизонтальна. Ее длина соответствует горизонтальному диаметру окружности. Сейчас мы рассматриваем тот случай, когда наше направление взгляда идет не прямо, а, например, в какую-то сторону. И тогда именно линии квадрата мы можем увести на какую-то определенную точку схода на горизонте. Мы можем ее пометить или же условно оставить. Но если вы только начинаете работать с эллипсами, то можно прямо на линии горизонта сделать точку схода и от нее уже вести стороны квадрата. И здесь делаем точно так же. Делаем засечки, потом обводим наш квадрат в проекции. Вот сейчас вы можете видеть, что когда я начала делать диагонали, у меня центр не совсем совпал, поэтому пришлось немного поправиться. После чего, как у меня уточнились все параметры, я также начинаю строить окружность. В диагонали это у нас будут дополнительные точки, то есть ширина и высота квадрата в перспективе, это будет у нас большой и малый радиус нашего эллипса. Очень важно при построении эллипса знать о тех ошибках, которые могут возникнуть. Сейчас рассмотрим основные варианты ошибок, которые бывают. На первом цилиндре мы видим то, что дуги соединяются под острым углом, из-за этого визуально ломается форма. На втором цилиндре, если мы представим вид слева, увидим то, что нижнее основание нарисовано правильно, а верхнее чересчур развернуто. А у нас должно быть практически всегда наоборот, как правило мы смотрим сверху и нижнее соответственно будет больше, чем верхнее. На третьем примере мы также видим типичную ошибку, когда нижнее основание вообще у нас не развернуто. То есть как бы мы визуально видим же, что у нас цилиндр стоит на плоскости, соответственно нам кажется то, что нижняя линия будет горизонтальная, но это естественно не так. В четвертом примере мы просто видим, что окружности построены не совсем верно. Итак, теперь переходим собственно к самому построению цилиндра. Цилиндры это геометрическое тело, форма которого состоит из трех поверхностей. Двух одинаковых по форме плоских кругов и одной образующей форму цилиндрической поверхности. Изображение цилиндра следует начинать с определения основных пропорциональных величин, диаметра оснований и высоты. Построение плоскостей кругов оснований производится таким же способом, как мы сейчас рассмотрели. То есть при изображении окружности вписыванием в квадрат. Ось вращения тела цилиндра будет всегда перпендикулярна к плоскостям кругов основания. При прорисовывании окружности в квадратах, их вертикальные и горизонтальные оси попадают своими концами в середины сторон квадрата. То есть в точке касания окружности со сторонами поверхности цилиндра. И после того, как мы выполнили первых два этапа, переходим к третьему. Непосредственно к рисованию самих эллипсов, самих оснований цилиндра. И не забываем, что всегда, когда мы смотрим сверху на цилиндр, а как правило при построении каких-то натюрмортов, определенных композиций академических, мы всегда смотрим сверху на цилиндр. Поэтому у нас нижнее основание будет больше, чем верхнее. Не стоит это забывать. Мне вообще неудобно сейчас рисовать на плоскости, так как я привыкла, что у меня рука вытянута, и я на мольберте. И, конечно, на мольберте делать окружности в сто раз проще, чем на бумаге. Плюс на мольберте ты лучше видишь, так как тебе не приходится так близко в упор смотреть. Главное понять основную мысль построения. И тогда вам будет проще. И после того, как мы наметили каркас, можно разделить цилиндр на условные вертикальные линии, где у нас будет проходить тень. Дальше, соответственно, слева и справа это будет полутень. Соответственно, потом, после тени, вот у нас получается крайняя часть, там пойдет у нас рефлекс небольшой такой. И, соответственно, также наметить блик и от него полусвет. То есть, условно, можно поделить цилиндр на грани и прямо-таки штриховать. То есть, вначале мы делаем тень одной штриховкой. Соответственно, дальше на полутень у нас пойдет и по тени, и по полутени штриховка. Ну, то есть, так вот, совсем условно. Конечно, потом, когда вы будете полноценный натюрморт рисовать из цилиндров, вы уже будете делать это немного по-другому. Но для понимания, как будет светотень падать, как будет падать тень, этого, в принципе, будет достаточно. Дальше, так условно, можно для эскиза наметить линию стола и падающую тень. В целом, чтобы просто немного читался объем. Цилиндры в горизонтальном положении можно строить на основе прямоугольной призмы. Кстати, у меня есть на канале два видео по построению призмы. Когда мы построим призму, это нам в целом облегчит объемно-пространственное и конструктивное построение цилиндра. Это нам позволит правильно определить ось вращения по отношению к оси эллипса, правильно определить стороны, направление основания и так далее. Потому что, ну, можно сказать, что в горизонтальном положении рисовать цилиндр несколько сложнее, чем в вертикальном. И при построении очень важно правильно определить углы горизонтальных направлений предмета, у которого все стороны будут попарно равны высоте цилиндра и диаметру оснований окружности. В последующем эта призма будет служить нам каркасом для построения цилиндра в горизонтальном положении. Построение призмы производится также с ближайшими к нам точками на пересечении сторон параллелепипеда. В соответствии с положением предмета нужно наметить горизонтальную, уходящую по направлению к точкам схода линию основания призмы. И направление этих двух оснований и линий, идущим к точке схода, они должны определять как бы нашу основу для правильного построения призмы, а затем уже цилиндра. И после чего производится построение с учетом перспективы. Чтобы правильно вписать окружность основания цилиндра, то есть эллипс, в переднюю грань призмы, необходимо точно определить прямой угол между осью призмы и отрезком линий, которая и будет большой осью эллипса. Это важная деталь, о ней следует всегда помнить, когда мы делаем грубые какие-то ошибки, как правило, это и является основной причиной. При этом, независимо от ракурсов и углов поворота, прямой угол большой осью эллипса и осью вращения тела является основой для правильного построения окружности оснований в каком-то горизонтальном положении. Итак, после того, как мы определили прямой угол, мы приступаем к вписыванию окружности оснований цилиндра. Следует также обратить внимание, что в горизонтальном положении дальнее основание цилиндра по мере удаления от рисующего всегда будет несколько шире по малой оси, чем переднее. Это как раз таки у нас обусловлено закономерностью перспективы. Построив таким образом основания и дополнительно уточнив окружности эллипсы, их соединяют образующими. Помним также, как вписывается у нас окружность в прямоугольник, то есть верхний и радиус, и горизонтальный радиус у нас будут служить линиями для основания окружности, а диагонали будут служить для дополнительных точек. Вот сейчас мы делаем переднее основание, оно будет менее развернуто, чем заднее. Мы его строим и потом уточняем, чтобы оно смотрелось более реалистично. Можно там потереть какие-то лишние линии. И дальше переходим к прорисовыванию эллипса той части цилиндра, которая будет дальше от нас, соответственно, более развернута. Также легкими линиями намечаем вначале по основным диагоналям и сторонам, а затем соединяем, и получается красивая окружность. После чего мы проверяем все возможные ошибки, которые могли допустить, проверяем, правильно ли мы сделали окружность, и красиво ли они грамотно смотрятся. И когда мы убедились во всем, можем уже сделать линии образующих, как мы их проводим. По максимально выступающим точкам окружности, внизу и вверху, мы проводим линию, которая будет соединять основание ближнее к нам и дальнее. И так у нас получается нарисовать цилиндр в лежачем положении горизонтальном. После этого мы можем линии нашей построения, то есть призмы, немного ослабить, потому что в процессе рисунка они, в принципе, сами уйдут, когда мы будем полноценно прорабатывать карандашом, они и сами уйдут. Но если вы хотите в каркасном виде оставить, то можно их просто чуть-чуть ослабить, чтобы цилиндр лучше читался.